Всем привет! Очень рада видеть вас у себя на канале. Всем, кому не хватает мотивации на то, чтобы начать заниматься домашними делами у себя дома, я предлагаю посмотреть, как это делаю я. И, возможно, вам тоже захочется сделать что-нибудь у себя дома. Как всегда, свои домашние дела я начинаю в тихий час с младшей дочки. Летом это именно так. Тем более, муж вышел на работу, и как-то у нас все уже не так просто, как было в его отпуск. Поэтому я стараюсь все равно, чтобы с девочками я гуляла два раза в день, утром и вечером, и вот только тихий час или вечером я что-то делаю по дому. Начинаю я с того, что мне нужно приготовить ужин, и это мне нужно успеть именно до вечерной прогулки. На ужин сегодня решила приготовить пюре, компот, курицу, и было у меня два кусочка рыбы, тоже их решила пожарить, чтобы не лежали в морозилке, не занимали место. Компот в этот раз я варю малиновый, это остатки прошлогодней малины были у меня в морозилке. Тоже хочу все освободить, потому что сейчас уже будут свежие партии овощей и фруктов, чтобы не было прошлогодних, поэтому все стараюсь израсходовать. Курицу я тоже достала из-за морозки, здесь мы покупали когда-то две тушки курицы, разделывали их на части, и вот эта как раз часть у нас была оставлена для ужина, здесь только голени, бедрышки и крылья. Курицу решила просто запечь в духовке, посолила, поперчила, положила чесночок вот так кружочками, и накрою крышкой и уберу в духовку. Все, там она у меня будет томиться. Дальше буду жарить два кусочка рыбы, просто тоже посолила и обваляю в муке, и пожарю с двух сторон. Еще мне нужно приготовить полдник, решила сделать сегодня кабачковые оладьи. Кабачок я очищаю и вынимаю всю его сердцевину, потому что там уже достаточно большие семечки. Дальше я его полностью натираю на терке, и уже складываю в дуршлаг, чтобы он у меня стекал, пока я занимаюсь другими делами. И за это время он у меня стечет, и я еще его потом буду отжимать. Пока кабачок стекает, достаю еще курицу из духовки и поливаю ее вот этим образовавшимся соком с маслицем, чтобы кусочки были более такие аппетитные. Так я делаю где-то два раза за все время приготовления курицы в духовке. Отжимаю также в руками сок от кабачка, чтобы оладьи у меня были более таки сформированные. И добавляю в получившуюся массу два яйца, сахар, соль по вкусу и еще немножко муки. Все делаю на глаз, так по консистенции смотрю, чтобы они у меня не разваливались на сковородке. И вот в этот раз я угадала, все нормально с первого раза получилось. Бывает, что добавляю, потом в процессе вижу, что оладьи у меня не очень такая держится на сковородке, чтобы мне ее не перевернуть даже, поэтому добавляю муки уже в ходе выпечки. Эти оладьи я ем с вареньем. Кто-то ест со сметаной, муж, например, вообще просто так их ест. В семье у нас любят различные виды полдников, поэтому эти оладьи, вся эта партия их у нас ушла за один день. На завтра ничего не осталось. А пока у меня дожариваются оладьи, я параллельно с этим уже готовлю пюре. Добавила туда масло кусочек, сейчас у меня еще закипит молоко на плите, тоже все добавлю, посолю по вкусу. Пюре чаще всего у нас остается на второй день, поэтому я его делаю таким жидковатым, чтобы и на следующий день оно было не очень густым, а таким податливым. Пюре я всегда делаю на молоке, всю эту воду, в которой варилась картошка, я сливаю. Молоко у нас есть в холодильнике всегда, даже не одна упаковка, а две, поэтому такого у меня не бывает, что молока нет, а надо делать пюре. Все, оладьи у меня пожарились. Столько вот всего я приготовила, здесь два кусочка рыбы, потом оладьи из кабачков, курица, компот малиновый и еще здесь пюре. Все, можно со спокойной душой идти гулять. Но пока младшая дочка у меня еще спит, я, естественно, уберу за собой после того, как я готовила. Курицу, вот она у меня готовилась в этой сковородке, я переложила в более такую компактную тарелочку, чтобы было удобно убирать в холодильник, и сразу все мою. Ковшик, в котором кипятило молоко для пюре, и эту сковородку тоже я вымою. Их, к сожалению, нельзя ставить в посудомоечную машину, поэтому я мою ее руками. Убирать на место я пока не буду в сковородке, только подготовлю к тому, что когда проснется Карина, я смогу все убрать, потому что я их храню в духовке, чтобы ее открыть и все туда поставить. Я это бесшумно, к сожалению, сделать не могу. Естественно, чем-нибудь я брякну этой посудой, и Карина у меня проснется. Пускай она у меня пока поспит, и я еще немножко поделаю дел. Прибираюсь на поверхности рабочей, где я только что мыла посуду. Все здесь у меня плавает, когда я мою. Несколько раз приходится протирать тряпкой, даже во время мойки, потому что все у меня капает на пол. Сразу же решила в этот раз помыть раковину. Думаю, если успею, то помою газовую плиту. Не успею, не успею. Но вот начну с того, что помою все-таки пока раковину. В этот раз я ее мою силит бэнгом, правда взяла не тот. У меня их два. Один для ванны есть антиналет, а другой антижир. И почему-то у меня на кухне стоял именно антиналет, который для ванны. Но я потом увидела, что у меня не тот, и поменяла его, когда стала мыть газовую плиту. Но вот когда тороплюсь, так хватаю, что у меня, видимо, стоит под рукой. Не особо обращаю внимания, для чего оно. Пока я была на кухне, машинка у меня тоже работала стиральная. И готова уже одна партия белья. Температура стирки у меня была 90 градусов, поэтому я туда загрузила все, что можно было стирать при такой температуре. А именно при такой температуре я постирала полотенце для тела и домашнюю одежду. В частности, ту, в которой Карина у нас кушает. Не использую я слюнявчики, а именно кушает она в одежде, в такой домашней, которую не жалко испортить. Далее я вернулась на кухню и загружаю еще посудомоечную машину. Все, что я тоже использовала при готовке, сейчас поставила. Хватает времени у меня, чтобы помыть даже газовую плиту, хотя бы сверху пройтись, убрать все следы своей готовки. Потому что, когда я варю компоты, особенно красного цвета, они у меня везде, когда бурлят, закипают. И на крышке у газовой плиты, и внизу все, таких в капельках. Хочется все отмыть, пока они не особо присохли. А газовую плиту я могу помыть, чем мне хочется только в данный момент. Могу силить бенгом, могу средством для мытья посуды, могу вообще пимолюксом ее потереть. А тут, наверное, больше зависит просто от того, что мне попадется подругу, на что у меня упадет глаз. И, естественно, от того, что дома у меня есть в наличии. Хотя вот каких-то агрессивных таких средств у меня сильных нет. Больше такие вот какие-то, мне кажется, щадящие у меня средства. И они вполне все справляются. А после этого у меня был небольшой перерыв. Мы сходили с девочками, погуляли. Как видите, уже за окном стало темнеть. Уже и муж вернулся с работы. И я решила доделать все-таки свои дела по дому. И вот этим спреем BioMeo для кухни я буду мыть сейчас микроволновую печь. Много надувает пыли из окон, особенно они сейчас у нас открыты. Это и пыли дорожной, черной. И на микроволновке она белая, тоже все хорошо видно. Вообще я планировала только вытереть подоконник. Но подошла поближе, смотрю и на микроволновке очень много. Ее вот по бокам она у меня вообще-то застелена салфеточкой сверху. И все равно по бокам видно, что все надуло. Ручка такая была у нее, уже видно, что трогали ее не особо чистыми руками. Поэтому решила помыть все внутри тоже. Микроволновку мою я не так часто. Так, по мере загрязнения часто мы моем крышку, которой накрываем еду. И вот эту тарелочку, на которой она крутится. Периодически бывает, протираю панель с кнопочками. Вот саму ручку, за которую она открывается. А так вот тщательно, чтобы ее мыть, не очень часто я мою. Ну вот, как вроде давно не мыла, нужно помыть. Не засекаю я себе, никаких пометок не делаю, когда мыла. Так вот, по мере необходимости, когда есть время. Но вот подоконник, на котором она стоит, я, конечно, мою регулярно. Бывает и два раза в день. Вообще, все подоконники дома, их у нас всего 4 штуки, я протираю каждый день. За микроволновку у меня спрятаны таблетки для посудомоечной машины. Все подальше от детей, чтобы ничего не достали. Возвращаю теперь все на место и буду переходить уже в зал. Решила в зале поменять, освежить тюль. Эту я постираю и уберу, а повешу вообще другую. Тюль у нас здесь служит таким своего рода барьером, так как балкон всегда открыт. И вот пыль у нас задерживается об эту тюль и не проникает в зал. Поэтому сама по себе она очень пыльная. И нужно менять ее почаще. Так как тюль будет у меня чистая, поэтому нужно ее сполоснуть немножко, протереть от пыли окно. И хочу сразу обрезать вот эту пальму. Не нравится мне, как она выглядит. Один стебель у нее, листья уже почти доросли до предела. Скоро упрутся уже вверх окна. Росли у нее маленькие росточки прямо из земли от корневой системы. Но кошка, конечно, у нас их съела. И я не смогла пока дождаться новеньких. Хочу, чтобы вот эти дали корни. И такое небольшое получилось растение. Не знаю, не очень пропорционально нашей квартире. Такие большие, высокие растения. Поэтому если дадут корни вот эти от росточки, будет очень хорошо. Но пока сам стебель, от которого я отстригла эти веточки и не выбрасывала. Может быть, пойдет какое-нибудь новенькое растение от него. Не знаю, посмотрю, пока понаблюдаю. Да и как-то рука не поднимается пока выкинуть. Но посмотрю, что будет, потом решу. Сначала думала пройтись просто влажной тряпочкой по окну, чтобы собрать пыль. И насухо протереть. Но не тут-то было. На окне были следы от кошки, от ее носа. Средство для стекол у меня закончилось. Поэтому в эту же баночку я налила воды. И туда средство для посуды. И вот таким раствором я обезжирила все окно. Сверху порошлась по вот этим белым панелям. Все такое было тоже в пыльном налете. А по времени я понимала, что я не закончу все, что я начала сейчас. Поэтому все, что успею, я сейчас сделаю до того, как пойду укладывать спать девчонок. А все, что не успею, я уже перенесла на завтрашний день. Главная задача у меня была сейчас вставить цветы обратно. Чтобы они не мешали утром нам завтракать. Так как стоят они на обеденном столе. Бывает так, делю домашние дела. Если не успеваю, но вот время есть полчаса. Хотя бы я его начинаю делать. И если есть возможность разделить какое-то домашнее дело. Хотя бы на два дня, то я так делаю. Поэтому на следующий день я уже встала и продолжаю. Мою балконную дверь со стороны балкона. Хотя в принципе оставалось-то немного. Но физически уже было это сделать невозможно. Потому что нужно было идти укладывать спать девчонок. Здесь хотя бы минут сорок. Но мне потребовалось. Это все успела я доделать даже до того, как мы пошли еще гулять с девочками на улицу. Так как встали в этот день мы не так поздно, как встаем обычно сейчас. Немножко пораньше. И этого времени мне как раз хватило, чтобы сделать какое-то небольшое, маленькое домашнее дело. Вымыла всю ту сторону балконной двери, которая выходит именно на балкон. Еще нужно доделать то, что я вчера начала. Помыла я только половину вот этого окна. Все вот эти откосы нужно протереть. И саму балконную дверь. Вот это стекло. Всего у меня две тюли для зала. Одна с крупным таким рисунком, другая помелче. И вот я их периодически чередую. Когда какое видно у меня желание. Или одна повисит там полгода, поднадоедает. И уже вешаю потом другую. Получилось, что за два дня все-таки это окно я одолела. Разделила его пополам. В один день помыла одну половинку. В другой день вторую половинку и уже повесила тюль. Но цель у меня достигнута. Эта зона у меня окна чистая. Надеюсь я кого-нибудь тоже смотивировала на уборку или на готовку у себя дома. Буду ждать от вас ответной реакции в виде лайков, комментариев. И конечно же не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет это очень приятно. Я же буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.